Доброе утро, дорогие братья и сестры! Мир вам и Божие благословения! Сегодня мы продолжим разбор песнопений по учинной литургии святого Иоанна Златоуста. 5 августа, в день празднования Почаевской иконы Божьей Матери, в наших передачах прозвучала «Достойно есть» музыка Виктора Калиникова, написанная в духе старинных распевов. 10 августа, в день празднования Смоленской иконы Божьей Матери, прозвучала и фрагмент видео с концерта был «Достойно есть» Чайковского. Петр Чайковский написал свою пьесу, как он сам говорил, исходя из собственных музыкальных фантазий. Полифонические произведения, интересные произведения, таких немного написанных на этот текст. Вчера, 12 числа, прозвучало песнопение, которое исполнялось в нашем концерте накануне 11-го, в Третьяковской галереи. Но у нас не прозвучало ни одного распева. И, как в том мультфильме, я все-таки спою. Известно, что духовную музыку, то есть церковные распевы, писал Иоанн Грозный. Но это нельзя сказать «писал». То есть он был не композитор, он составлял свои мелодии из попевок, из маленьких формул музыкальных, по определенным канонам. Какие-то попевки, которые относились к тому или иному глазу, он использовал и из них собирал стихи, ровно, песнопение. А сохранился в наших обиходах распев царя Феодора. Это очень несложное песнопение. Позвучит оно в моей спонтанной гармонизации. Есть и другие гармонизации, кстати, на этот распев. Достойный есть царя Феодора. Достойный есть Якова Вистина. Благо, житель Тя Бога, Родицу, Присло блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога, Матерь Бога, Матерь Бога, Матерь Бога, Честнейшую Керувим, Присло блаженную и славнейшую, Без сравнения серокими, Без исцеления Бога Слово Родшую, Сущую Бодородицу, Тяне мечами величаве. На этом я сегодня прощаюсь с вами. Завтра мы перейдем к следующим песнопениям в Литургии Святого Анатоломства. Всего вам доброго. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю. О музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро станции «Семеновская». Иснопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Благородицы, воздвижения Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября. Это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста. Песнопения из Литургии Святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется Рождественские песнопения. И русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok